МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я сейчас музыку проверю, и потом мы поим. Хорошо, что выйдет после, а то бы я спалил музыку, под которую буду тут плясать. Ну, я, конечно, буду не в такой форме, как на соревнованиях. Уж извините, у меня уже ПКТ началось. Но, тем не менее, специально для вас я опять подвожусь, даже воду сливаю. Так что процентов 60-70 соревновательной формы будет. А что это такое будет-то, Валер? Ну, это у нас день открытых дверей, новая арена. Все дела. Весь район позвали. Весь город позвали. Сколько придет, не знаю. Всю гражданку? Всю гражданку, да. Да мы праздник сами для себя сделали, просто, чтобы нам было весело. Да нет, должно быть нормально народу. И, в принципе, в интернете как бы анонсировали. Ну вот, и по радио Максимум, и всякие другие там источники рекламные охватили. Так что, ребята, извините, что мы не пригласили в ваш через Мишин канал. Миша очень дорогой рекламный носитель. Хватил денег только у меня. Вот. А потом сейчас мы здесь все отрепетируем, проверим. И поедем на Жуковский магазин. Самое интересное было, там вот такой момент, там-там-там. Тейк-мэ-то чачку. Вот. Ну ладно. Потом увидите в отчетном видео. Долго думал, какую песню, кстати, выбирать. Вообще хотел Селин Дион. Верите, нет? Это, ну, из Титаника. Но меня засмеяли. Я говорю, блин, да классно будет. Включаю, короче. Жена такая, ну... Я говорю, да классная песня. Смотри, как красивая. Я говорю, прям вообще раскроюсь, как могу. Дал еще Кристине потом послушать. Дал еще ребятам послушать. Мне говорит, блин, что-то твой имидж не соответствует. Говорит, Валера. Я говорю, а сейчас моему имиджу соответствует. Говорит, надо либо прикалываться, либо что-нибудь такое пожестче. Ну, короче, я решил вот под эту песню. Я, правда, даже не знаю, как она называется. Я выйду, отпозирую, музыка закончится. В принципе, там где-то еще получается, ну, там около трех минут песни, пять минут представления. Как вы знаете, в этом году был юбилей. 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Я принял участие в акции, организованной моим спонсором. Перпротоим. Акция называется «Сила добра». Цель акции – показать ветеранам, что молодежь помнит об их подвиге. А молодому поколению напомнить, что 70 лет назад именно простые люди, граждане нашей страны смогли защитить мир от фашизма. Нынешнее цивилизованное мировое сообщество является цивилизованным ровно настолько, насколько этот уровень отстояли наши отцы и деды в далеком 1945 году. Сейчас мало кто остался в живых из того поколения, которое подарило мир и свободу СССР и Европе. Участвовало в покорении Северного полюса и космоса. Этих людей можно пересчитать по пальцам. Немногим больше тех, кто пережил все ужасы войны. От этого информация, которой они владеют, остается особенно ценной. Мне всегда было интересно. Едешь по Питеру и мысль всегда одна и та же. Думаешь, блин, пробки, пробки, в другом пробки. А потом думаешь, а как в Москве? А в Москве, наверное, утром выехал, на следующее утро приехал. Поэтому, если честно, в Москву вообще не хочу. Не хочу вообще. И сколько раз я в Москве был, люди другие там все равно. Здесь-то гандоны все. Ну, почти. Не все, конечно. Но много. А там хараул. Единственное, знаете, вот, что нравится в Москве. Там все быстрее. Там ритм жизни быстрее. Там все двигается быстрее. Люди соображают быстрее. Ну, потому что бабки надо зарабатывать. Бабки, бабки, бабки. И все такие чшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш... Вот. А в Питере так все более вальяжно. О, как красиво-то. Е-мое, даже место есть. Офигенно. Смотри, остатки баннера сорваны. Ну что, возвращаемся в эти, как это называется, в родные пенаты. Сейчас будем проверять, что у нас в пенатах. Смотри, как работает. Ржавая, со скрипом, но работает. Еще сохранился такой стойкий запах протеинов. Да, протеинов из портпита. Не, ну а что, все как-то было. В принципе, он даже протеин жиденок остался у нас после Василия. Так, что я вам хочу сказать, ребята, раз уж Миша сегодня снимает меня. Мы решили опять открыть Жуковского. Ура! Да, и тут такая. С одной стороны такие, ура! С другой стороны, гандоны. Что мы сделаем здесь? Мы здесь все переделаем. Поставим нормальное освещение. Преобразим тут, немножечко поработаем. С дизайном. Вот, и привезем сюда спортпит. И будем снова вас радовать спортпитом в центре. Вот, немножечко все будет по-другому. Ценовую политику низкую мы оставим. В ближайшее время мы откроемся. Я вот пришел просто посмотреть, в каком тут все состоянии. Заедут сейчас сюда строительные бригады и будут все делать. Вот. В ближайшее время проанонсируем, когда мы будем открывать магаз. Ну, это будет в этом месяце. То есть, в мае постараемся успеть. Вот. В принципе, долго мы торчать здесь не будем. Так что мы сейчас с Мешкой поедем за моей женой, чтобы я сходил с ней покушать. Я буду есть чай. А она будет есть, как нормальный человек. Вот. Так что ждите анонса про Жуковского и смотрите наше видео дальше. Что главное для качка? Что? Покачаться? Главное это поесть. Все равно пробки, правильно? Сейчас я все переложу в один контейнер. А то я же нарушаю правила дорожного движения. Я же ем прямо за рулем. Поэтому, чтобы мне ничего не мешало, я все складываю в один контейнер. Валера, ты самый настоящий бодибилдер, я тебе хочу сказать. Спасибо. Контейнер с собой, это ты красавчик. Что только не продуман, видишь, тоннель, не влезает в немножко контейнер. Либо тоннель не продуман, либо контейнер не продуман. Как ты машину выбирал, черт возьми? Она меня сама выбрала. Вот Миша не снял, да? Миша, блин, нет в тебе еще мастерства вот этого вот тончайшего, знаешь? Я не чувствую момента. Не чувствуешь момента. Миша не снял две очень важные вещи. Первое, как я начал есть курицу, но даже это бог с ним. Пока мы с Мишей разворачивались, один чувак засадил другому сбоку. И знаете, тот, который засадил, на чем ехал? Ну давайте, давайте, ваши комментарии. Ой, уронил, ничего. Он ехал на Ладо Приор, ребята. Натонированный. Натонированный, что очень важно, да. Так и дела. Так как-то неловко себя почувствовал. Из-за нас, один другому. Не, ну мы не в аварийных ситуациях-то не создавали никаких. Просто чувак очень быстро там ехал, не успел тормозиться. Ему пришлось между двумя машинами входить, и он притер другого. Тут уж и не хрен гонять. Серьезно. А мы на желтый проедем. Ты как на желтый? На красный почти. На моргающий красный проедем. На моргающий был. Ну да. Были такая вкусная курица вообще. Говоря, а почему нет риса? А у меня сейчас уже вечер, вечером я угли сейчас не гружу, потому что я потихоньку подвожусь к празднику на варенье. Я там буду позировать. Так что близится время без углеводного состояния. Потихоньку урезаю. Я жду, чтобы быть красивой. И сексуальный. Ну, это оно само собой предлагается. А что за то есть? Валер, что это за модель автомобиля? Я вообще не понимаю, почему он так близко ко мне едет. Вообще посрать похоже. Это называется бесстрашный водитель троллейбуса. Валер, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, что дальше будет? В плане бодибилдинга. Ты отсоревновался, сезон. Что дальше? Сейчас скажу смешную фразу уже. Дальше будет больше. В общем так. То есть ты будешь продолжать, я буду больше. Я буду продолжать, я буду больше. На какое-то время я уйду в межсезон. Я не назову это глубоким межсезоном, потому что больше я такого жестоко глубокого межсезона не хочу. То есть, ну, более или менее хотелось бы видеть все-таки мышцы свои, не заплывать окончательно. Но это как получится. Буду стараться. Буду набирать. То есть, Россия показала, что, ну, Краснодаре, что категорию 100, как, в общем-то, изначально мы и думали с вишней. Я в нее уже влазить был не должен. Это уже, ну, это уже лишнее и бессмысленное, потому что это пережигание мяса, я в нее не влезаю. Вот. Соответственно, свыше 100 было оптимально. Но для свыше 100 я считаю, что, ну, монстризм все равно никуда не делся. И тенденция никуда не делась. И чтобы там не говорили про каноны и возвращение к золотой эре, это все замечательно. Но люди ходят смотреть. Кто идет смотреть бодибилдинг, они идут смотреть. Извините меня, ребят, легковесы, никого обидеть не хочу. Но люди идут смотреть на чудовища. На супертежей, на больших ребят, на большие объемы. При этом на пиковое качество, чтобы это все было настолько необычно и нестандартно, чтобы у людей вот открывался рот, когда они это все видели. Собственно, к этому все и стремятся, кто идет в тяжелую категорию бодибилдинга. И я, в общем-то, могу сказать, что я себя вовсе исключением не считаю. И больше того, именно в этом я вижу прогресс. Другой момент, что мне хотелось бы спрогрессировать именно так, чтобы не изменить те пропорции, которые у меня есть сейчас. Потому что три года я занимался тем, что я изменял свои пропорции, и у меня это получилось. Я увеличивал руки, но не увеличивал дельты, которые у меня без того росли. Я увеличивал ноги, но не увеличивал спину, которая у меня без того была. Это получилось сделать, но поскольку бодибилдинг это такая вещь, которой можно заниматься всю жизнь и улучшать себя очень-очень долго. Сейчас задача увеличить те части тела, которые еще сделают более смотрибельным тело, сделают более пропорциональным, скажем так, меня. И при этом стараться не добавить талии. Но я вам могу сказать честно, вот когда я выходил в 2007 году, я весил 94 килограмма. На Краснодаре я выходил 104 килограмма. Объем талии по сантиметру не увеличился ничуть. Но глубина пресса стала лучше. Поэтому я думаю, что 8-10 килограмм. Такая задача поставлена. Набрать сверх того, сколько я весил в Краснодаре. То есть порядка 112-114 килограмм выставлять в том же качестве, в котором я, повторюсь, был на Краснодаре. Только тогда я выйду. Только тогда вы меня увидите. И я думаю, что это где-то, ну... Ну, будем реалистами. Не меньше, чем через 2 года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На самом деле, мне вот травкой воду сливать нравится. Она вообще хорошо, если отеки там какие-нибудь или давление, например. Мочегонная травка есть всякая разная. Но мне вот нравится брусневер. У нас все тренеры на варено сидят на брусневере, если что. Ну вот, она легкая такая, но водичку сгоняет очень хорошо. О, здесь есть отварная куриная грудка. Судак на пару, лосось на пару. Отварная брокколи. Ништяк, я сейчас, кстати, поем. Даже? Да. А что, я возьму отварную брокколи за 200 рублей. 200 рублей отварной брокколи? Надо спросить, что за паровые овощи. Блин, мне нравится вот эта вот пицца, паста. Это очень здорово, конечно, все. Но я боюсь, что я остановлюсь на судаке. Кто знает, вообще, судак сильно отличается от трески с хеком, не? Не, не сильно. Напишите в комментариях, гуру, я вот не в курсе. Буду рисковать сейчас, менять хек с треской на судак. Я думаю, что не сильно. Менять куры на судак. Нет, ну, теоретически, если бы я ел рис, не рис, а хек или треску, и поменял бы их на судак, то я рискую. Блин, что ты несешь? А мне, знаете, кажется, к нам официант не подходит, потому что мы не похожи на людей, которых могут быть с собой деньги. Люди, которые приходят и несут с собой термос в кафе, это не категория людей, которая говорит о том, что у них могут быть с собой деньги. А мы не переживаем даже по этому поводу. Просто терпеливо ждем. Потом просто по меню все собираем, съедаем и уходим, оставляя в удивлении официанта и администрацию ресторана. Что-то уже не хочется говорить. Что-то вкусненькое. Хочется есть. Да, ничего так. Но это из-за соуса. В общем, салат из травы. Трава, трава, трава. Спрашивают, значит, по поводу у нас с Таней, как мы познакомились. Познакомились мы, как все стандартные качковские пары. Точнее, ну, когда в одной паре один качок, а второй не качок. Она была клиенткой тренажерного зала «Спортлайф Меркурий». А я там работал. Это было в 2007 году. Вот, ну, чего, увидел красиво, и девушка понравилась мне. Как я мог не провести инструктаж? Я пошел докопаться. Девушка, вы это неправильно делаете. Девушка, вы то неправильно делаете. Ну, надо как-то подойти. Ну, она вроде меня раз не послала, два не послала. Ну, я вижу, что она так-нибудь. Че тебе надо? Ну, что-то в итоге провел я инструктаж. Не провел инструктаж, но все время ходил страховать на приседе. Серьезно. Не только. Да, я постоянно ходил страховать ее, да. Но мое любимое это было страховать на приседе и разгибание рук на трицепс. Постоянно сзади локти подержать. Да, да, вот с этого и началось. Я не знаю, что Таня обо мне подумала тогда, конечно. Че ты подумала? Как бы так сказать, да? Помягче, помягче. Ну, хочет подсказать, сделать доброе дело. Заняться не из чего-то. Все время сзади подсказывает. Вот, ну, нет, ну так потихоньку познакомились, что-то. Общались, общались мы в зале, общались, общались. Вот, я тогда готовился к соревнованиям как раз в 2007 году. Ну, мы просто общались какое-то время. Вот, а потом что-то так получилось, что после соревнований, да, она таки пошла со мной в кафе. Вот. Сходили раз, сходили два. Стали дружить. Стали общаться. Через какое-то время стали встречаться. Поняли, что вроде как и комфортно нам друг с другом. Ну, вот. Она у меня бывшая спортсменка. Непрофессиональная, но так, любительская. Легко атлетка бывшая, да? Скажи что-нибудь про себя. Стесняется? Не любит на камеру разговаривать. Не очень. В общем, бегунья она бывшая. Ну, что, стали встречаться мы, поженились. Сейчас, если я вдруг перепутаю год, месяц и число, знайте, что вечером меня ждет просто жесточайшая порка и избиение. Я вспоминал. Я вспоминал сейчас, сейчас. Очень долгое размышление. 20.11.2011. Точно. Хорошо недавно вспомнил. Да, мы поженились. Так что, это моя законная жена, любимая. Знакомьтесь, а то все спрашивайте, спрашивайте. Поддерживает меня во всем, помогает мне во всем. Я даже не знаю, что мне рассказать. Мы уже 8 лет, считайте, вместе. И как-то так это и не афишировал все это особо, в общем-то. Ну, Таня просто не сильно любит камеру. Не особенно-то хотел сниматься, поэтому нигде на своем канале ее не показывал. Ну, поскольку сегодня Миша с нами, от Миши утаить ничего нельзя. Так что, вот, познакомили вас. Ну, что, ребята, вот мы вам и отсняли один из довольно-таки насыщенных дней моей нескученной жизни. На сегодня, я думаю, что все. Мы поедем домой. Я немножечко полежу, схожу в душ, а потом снова пойду в кровать, но только уже спать. Вот. Спасибо, что смотрели нас. Желаю вам быть здоровыми, красивыми и умными. Подписывайтесь на канал Миши. Кушайте их правильное спортивное питание. Можете подписаться на мой канал. Здоровья вам. Пока. Бля, сейчас стартану просто. Не могу без этого. Дайте кайфушечку словить. Одну маленькую кайфушечку. Поехали. Главное, это и я. Главное, это и я.